В этом ролике хотел бы вам рассказать о назначении статинов и какие существуют три лагеря отношения к статинам. Первый лагерь это демонизаторы статинов. Они говорят, что статины это абсолютное зло и что их ни в коем случае никогда нельзя использовать. Они против их назначения даже если у человека уже были инфаркты, инсульты и облитерирующий атеросклероз. Они до конца будут использовать природные методы лечения, искать тканевые гипотириозы, дефициты омеги, но никогда не назначат статины. Их основные аргументы состоят в том, что мол холестерин наш друг, а не враг, что из холестерина синтезируются все стероидные гормоны, что он нужен всем клеткам нашего организма. А если снижать его статинами, то мышцы отсохнут, снизится коэнзим Q10, появится диабет, появится деменция и так далее. Идем дальше. Второй лагерь это умеренные статинофилы. Они говорят, что статины нужны тогда, когда есть бляшка в сосудах и она перекрывает 20 процентов просвета сосуда. Также они утверждают, что все люди, которые пережили инфаркт, инсульт, облитерирующие состояния, должны принимать статины. Их аргумент состоит в том, что множество исследований показывает, что это значительно увеличивает выживаемость людей, если сравнивать их с людьми, которые не принимают статины после инфаркта. Также они аргументируют свои взгляды тем, что статины уменьшают размер бляшки, замедляют рост бляшки, уплотняют ее, снижают риск разрыва бляшки, уменьшают воспаленность бляшки. Третий лагерь это ярые статинофилы, к числу которых отношусь и я. Они считают, что имеет место быть первичная профилактика атеросклероза статинами, то есть назначение статинов людям, которые не пережили никакого сердечно-сосудистого события, но просто имеют высокий или очень высокий сердечно-сосудистый риск. Практически все люди, которые живут в СНГ, которые старше 40 лет, имеют умеренный или высокий сердечно-сосудистый риск, если что. Они аргументируют свое мнение тем, что статины действительно статистически значимо снижают вероятность сердечно-сосудистой катастрофы, если их принимать в качестве первичной профилактики. Также они аргументируют свое мнение тем, что прием статинов уменьшает скорость утолщения комплекса интимомедия КИМ. Они говорят, зачем ждать, пока вырастет бляшка? Нужно не допустить максимально замедлить ее рост и для этого после 40 лет принимать статины, если риск 10% и выше или КИМ стало больше 1 мм. Также они аргументируют свою позицию тем, что статины очень редко дают какие-то побочные эффекты, а зачастую улучшают качество жизни. Например, статины улучшают качество эрекции. Споры между вторым и третьим лагерем заключаются в том, что люди из второго лагеря говорят, да, статины помогают, эффективны при первичной профилактике, когда у человека еще не было инфарктов и инсультов, но чтобы предотвратить один инфаркт миокарда, нужно дать статины 100 людям. То есть это малоэффективно. На что люди из третьего лагеря говорят, что одна жизнь из 100 того стоит. Вдруг вы окажетесь тем самым сотым пациентом. А теперь сообщение лично для Иванова Ивана Ивановича. Напоминаю вам, что консультирую онлайн в телеграм. Если вам нужно снизить сахар крови, интерпретировать анализы, нормализовать гормоны, то обращайтесь. Цены доступные, а повторная консультация бесплатная. Ссылка на телеграм в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok